МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бесплатная пробная неделя. Запись по телефону 921-661-8007. Или в группе ВКонтакте. Апатитская школа скорочтения Ферсмана, 46. Учись с нами и будь гением. Какой прогноз приготовили синоптики на ближайший день, расскажу я, Евгения Максимова. Здравствуйте. Последний день рабочей недели и выходные дни обещают быть в Мурманской области дождливыми, а температура воздуха понизится. Однако до обеда в Хивинах все еще будет солнечно. И только во второй половине дня небо затянется облаками. А поздно вечером пройдет кратковременный дождь. Ветер в порывах достигнет 12 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 11 градусов со знаком плюс. В Апатитах, как и в Кировске, пройдут дожди. Однако ближе к вечеру становится ясная погода. Температура воздуха в дневные часы до плюс 15 градусов. В течение дня ожидаются порвы ветра до 15 метров в секунду. В областном центре солнечно только ночью. Да, такое бывает в Заполярье. А на протяжении дня будет хмуро, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Мурманске чуть выше, чем в Кировске. А что же Юкольского полуострова? В Кандалакше тоже дожди. Солнце появится здесь только к вечеру, зато будет теплее, чем в других городах Заполярье. Плюс 16 градусов. В начале лета дачная работа в самом разгаре. Северяне уже вовсю занимаются своими участками. Пожелаем им, чтобы труды были не напрасны. Погода благоволила, и к осени наши садоводы получили богатые урожаи. Ну а завтра на дачу можно отправиться на ду в колесном транспорте. И тем самым отметить Всемирный день велосипеда. Такой праздник провозглашен в Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году. И на этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова